Добрый день, с вами Мир Конфу и сегодня у нас рыбалка. Рыбалка это и есть медитация, супер медитация. Обратите внимание на стариков, они очень любят сидеть на рыбалке, им 80-90 лет. Почему так полезна рыбалка и почему я говорю, что это медитация? Потому что в данный момент, в этот процесс вы используете внимание и дыхательную гимнастику, если конечно вы понимаете о чем идет речь. Поэтому сегодняшний урок у нас заключается в том, как же все-таки заниматься рыбалкой и при этом одновременно оздоровительной практикой. Медитация это дыхание плюс сознание. Сознание это то, где находится у нас внимание. Что делает рыбак? Обратите внимание, он постоянно сидит. Редко кто из рыбаков стоит. Тело не используется. В стандартной даосской медитации, классический вариант, вы выполняете сидя. Первое, нужно войти в медитацию. Мы проходили с вами варианты входа в медитацию, но забудьте, забудьте, что это даосские древние техники. Давайте мы посмотрим, как это делают наши русские старцы. Вот он находится в состоянии сосредоточения внимания на поплавке. И делает медленное покачивание. Концентрирует свое внимание именно на поплавке. Использует ли это зрение, как внешний орган чувств, внешнее сознание. Он как будто бы использует внутреннее зрение и видит этих рыб. Как он подплывает к этому червячку. Где он там перемещается. Что она там думает. Даже что думает рыба. Я когда беседовал с рыбаками, сам я очень тоже люблю рыбачить. Рыбачкой я занялся лет так с пяти. В то время у меня соседом был прекрасный дед. Лет так с семидесяти пяти. И он ходил на местное озеро на рыбалку. Я подошел к нему и сказал, дедушка, можете меня взять? И вот тогда у меня началось обучение. Кон-фу рыбалка. Кон-фу. Мир кон-фу. Поймите правильно, что такое мир кон-фу. Кон-работа, фу-время. Время, посвященное работе над чем-либо. Над чем хотите. Что бы вы ни делали, это кон-фу. А профессионально делать что-либо. Это уже вучи. Так вот, когда мы приходили на рыбалку. Обязательно должен был стульчик. Он готовил специальный ингредиент. Он проникал своим вниманием даже в приготовление блюда для рыбы. Он думал и рассказывал мне о том, как думает рыба. Он находился внутри сознания рыбы. Мы на самом деле не понимаем, что происходит в голове птицы, рыбы, дерева. Мы предполагаем. И когда наше сознание проникает внутрь сознания этого тонкого мира, мы как будто его ощущаем, прикасаемся к нему. И это уже медитация. Потом мы приходим на рыбалку, садимся. И ручку он, конечно, ставил в таком положении, в котором она ему не беспокоила. И рыбак входил в состояние в виде покачивания. То есть он находился в состоянии слушания. То есть уши были как бы открыты. И мы слушали все, что происходило кругом нас. Птицы. И он говорил мне, слышишь, соловей? Зрение находилось на поплавке. Нюх. Слышали запахи. Запахи имена леса, травы. А он говорил, почувствуй, как бы, что чувствует рыба. Видите, одновременно человек в возрасте, не зная даже, что такое слово медитация, кунг-фу, он прям был пропитан этим состоянием. Он мне говорил о том, что вот будь внешне, ощущай, нюхай, видишь, слышь, и внутри. И чтобы ты думал, слушает и слышит, видит рыба. Не поднимайся, чтобы она тебя не увидела. Не шуми. Приходи-ка аккуратненько. Это место до начала рыбалки он обязательно должен был прикормить. Вот сейчас я как будто бы опять вернулся в возраст 4-5 лет и нахожусь с этим старцем. Он был такой здоровый, метр восемьдесят, такой большой, мощный. Ходил так чуть-чуть перекатываясь. Весь процесс как будто бы занимал что-то тайное. Я как будто прикоснулся к миру, который находится за гладью, внутри, внизу. Это была на сегодняшний день практически идеальная медитация. Даже если вы не рыбак, возьмите ребенка, сходите на озеро, купите удочку, закиньте и поговорите с ребенком своим. Поговорите о том, что вы чувствуете, слышите. О том, как вы, как бы предполагаете, что происходит внутри, за гладью озера, реки. Давайте мы сейчас немножко прикоснемся к тому, какие дыхательные упражнения можно выполнять во время медитации. Первое. Вы входите в состояние в виде покачивания. Потом, через какой-то момент, вы останавливаетесь и сосредотачиваете свое внимание на дыхании. И пытаетесь его оценить. Какое у меня дыхание? Глубокий выдох или глубокий вдох? Если у вас длинный выдох, это дыхание Ян. Если длинный вдох, это дыхание Инь. Инь набирает, Ян отдает. Если вы впитываете пространство, в котором находитесь, это длинный вдох. Дыхаете все, что вас окружает. Дох, вдох, 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 вдох. Как мать, как бы берете все в дом. Длинный выдох. Это вы отдаете. Вы отдаете все, что вы знаете, отдаете. Все, что вы хотите подарить, рассказать, вы отдаете. Отец, он учит, он отдает. Не только то, что не нужно, и то, что нужно всем. Мать, она берет, она приносит в дом, она делает уют в доме. Она собирательный элемент. Отец, отдающий элемент. Может быть, у вас будет вдох и выдох одинаково по длине. Сам процесс наблюдения за дыханием очень важен. Когда вы оцениваете дыхание, и когда вы сосредоточены на нем, и пытаетесь ему делать характеристику, в это время ваше тело отдыхает. Это такая формула. Если вы думаете о дыхании, тело отдыхает. Поэтому рыбаки и ходят на рыбалку. Что они делают для начала? Они идут для того, чтобы отдыхать. Это как перезагрузка компьютера. Первое. Следим за дыханием. Второе. Вы сосредоточили внимание на том, что у вас дыхание грудное или брюшное. Чем вы вдыхаете? Грудью вдыхаете, поднимая грудную клетку вперед-вверх. Или животом вдыхаете, надувая живот. Если дыхание у вас брюшное, это дыхание массаж внутренних органов. Очень хорошее дыхание для гимнастики печени, желудка, кишечника. Если вы дышите грудью, вдох-выдох. Вдох-выдох. То это дыхание позволяет улучшить работу почек. Это дыхание семьи и рода. Вдыхаете грудью, вдыхаете животом. Понаблюдайте, есть ли во время дыхания паузы. То есть, во время выдыха вы, например, останавливаетесь. Или вы делаете вдох и выдох без остановки. Очень хорошо, когда паузы нет. Дыхание мы называем связанное. Если во время выдоха и вдоха у вас есть паузы, вы концентрируете внимание на этом месте, в котором была остановка. Например, на выдохе. Я сейчас искусственно сделал на выдохе две остановки. В следующий раз посмотрите, будут ли эти паузы в этом месте. Если будут, то вы сконцентрируете на их внимание в виде, я тебя вижу. Я вижу. Я тебя заметил. Как будто бы мы играли в прятки. И вы увидели эту паузу. Пауза во время дыхания – это дыхательный блок. Дыхательный блок говорит о нарушении работы энергосистемы. Работа энергосистемы завязана с кровеносной системой и работы внутренних органов. Убирая блоки телесные, блоки дыхания, блоки сознания, мы приобретаем здоровье. Поэтому основная техника заключается в том, чтобы убрать блоки. Если вы говорите о том, что он занимается кунг-фу, вы должны уточнить, каким кунг-фу он занимается. Например, мы тренируем в залах технику кунг-фу пяти животных. Это техника У-Синь. Пять органов Инь, пять органов Ян, соответствующие пяти животным Инь, пяти животным Ян. Это кунг-фу Хонг-е. Но вы можете заниматься кунг-фу в У-Чи, Тай-Чи, Чи-Конг или Цигун, Най-Гун. То есть, это тоже кунг-фу. В данный момент мы занимаемся кунг-фу рыбалка. Если, например, мы готовим какое-то блюдо, скажем, жарим картошку, мы занимаемся кунг-фу при готовке блюда. Важно понимать, какие ключевые моменты находятся в том виде, которым вы занимаетесь, чтобы то, чем вы занимались, приносило вам здоровье, радость и счастье. Даосы говорят, что самое важное для человека – это счастье, радость, здоровье, удача. Они связаны. В данный момент вы сидите на рыбалке, у вас счастье, радость, здоровье и удача. Человек после рыбалки получает такой прилив энергии, такое наслаждение, и столько у него изменяется внутри, что это даже невозможно описать. Те люди, которые не понимают, что такое рыбалка, и думают, что это бездельник, сидящий на берегу реки, наверное, он неосознанный. Я говорю, неосознанное осознание у этого человека. Я думаю, что если вы займетесь рыбалкой именно с точки зрения кунг-фу, ваше мнение поменяется, потому что после нее вы будете получать что-то такое, что раньше не получали. Вы знаете, не только дыхательная гимнастика и работа с вниманием во время медитации рыбалки вы можете получать. Мы даже можем общаться с рыбой, играть с ней, как будто бы это у нас игра. Рыбалка, я считаю, в первую очередь это медитация, это работа с дыханием и сознанием. Но есть спортивный интерес. Интерес, смогу ли я, общаясь с рыбой, впоймать ее. Ну, пожалуйста, отпустите потом, после того, как вы ее впоймали. Потому что это живой организм. Представьте, что вас впоймали. Неприятное состояние. Тут сам процесс именно нахождения в месте, в данный момент, сейчас и работа над собой важна. Мне неинтересно даже поймать, но если вам интересно, вы должны разговаривать с рыбой. Вы должны с ней разговаривать, как будто бы вы разговариваете с другом. Типа, привет, Шурик. Ну, как сегодня? Кто кого? Давай-ка мы поиграемся. У меня сегодня хорошее настроение. А ты как? Ты привел всю семью? Хорошо. Сколько вас? Десять? Отлично. Хорошо. Давай мы посоревнуемся. Я говорю, что сегодня поймаю шесть штук. И зайдет у меня на это час. Вы полностью погружаетесь внутрь глади воды. Вы как будто бы находитесь внутри тайного мира. Это глубину очень сложно описать словами и даже очень трудно понять, о чем я говорю. Но это не важно. Сам процесс важен. Нам важно получить наслаждение и счастье от того состояния, которое мы сейчас испытываем. Мы получаем энергетику и отдых. А после того, когда мы уже закончили, у нас элемент, который мы можем вспоминать. То есть, вот этот миг пойманного состояния очень важен для того, чтобы потом вернуться в него. Вернуться и получить при этом воспоминания. И вы испытывали радость и счастье. Вы получили энергетику, отдых. И потом можете быстро вернуться в это состояние. Вот что важно. Находиться на природе. Общаться с рыбами. Выполнять дыхательную гимнастику. Растворяться в этом состоянии. На лучах солнца. Это и есть отдых. То, что я вам желаю. На сегодня мы заканчиваем с вами. Но это не все. Я, конечно, буду с вами встречаться. И я расскажу другие дыхательные упражнения, работы с сознанием. До новых встреч. С вами мир кунг-фу. Мир здоровья. Мир рыбалки. Счастливо вам. Счастливо. Счастливо. Продолжение следует...